Приветствую! В сети появились многочисленные публикации под заголовком «Правила выезда из Украины меняются с 1 августа». И вы мне присылаете эти статьи и просите их прокомментировать. Вот в этом видео мы сейчас и разберемся, как изменятся правила выезда из Украины с 1 августа. Как мы с вами знаем, есть правила пересечения государственной границы, которые, собственно говоря, и определяют соответствующий порядок. И если мы зайдем на сайт Верховной Рады, на сайт КМУ, то мы увидим одну простую вещь. С 1 августа 2023 года никоим образом правила пересечения госграницы не изменились. И, соответственно, выезд будет проходить по тем же правилам, что и проходил в июле месяце. Конечно же, важный вопрос, который вас тоже беспокоит. А вот был же принят закон 93-42, которым отменили отсрочку, то есть изменили 23-ю статью закона о мобилизации, 11-й абзац, и, по сути, отменили отсрочку для определенной части людей. Те, которые имели отсрочку в связи с инвалидностью супруги, в связи с инвалидностью родителей, либо же тесть, а тещи. Вот как они выезжают сейчас и как они дальше будут выезжать. К моему огромнейшему удивлению, кабинет министров Украины не синхронизировал правила пересечения с законом о мобилизации. И, соответственно, на сегодняшний день с супругой, с родителями, с тестем, с тещей, вы можете выезжать на тех же самых основаниях, с теми же самыми документами, которые нужны были и ранее, до принятия закона 93-42. Последнее время актуальным вопросом, в очередной раз актуальным вопросом, стал вопрос законности запрета выезда из Украины. И при том, что сама идея запрета, она предусмотрена Конституцией, то есть запрещать выезжать гражданам Украины из Украины Конституция разрешает. Но мне думается, что тот запрет, который есть, он не соответствует требованиям Конституции. И почему я так думаю, почему у меня есть такая правовая позиция, я изложил в тезисах выступления на конференции. Давно это еще написано было в прошлом году, конференция сама была в январе месяце. Но как-то так получилось, что я забыл просто выложить это куда-нибудь на свои каналы. И вот кому интересен этот вопрос, кому интересна моя правовая позиция, то в телеграм-канале под ссылкой на это видео я, соответственно, выложил вот эту самую публикацию. Там она небольшая, она сжата до таких, по сути, реально тезисов. И каждый человек, прочитав, это может понять, даже не имея юридического образования. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Я надеюсь, что я вас хотя бы в какой-то части этим видео успокоил. Ну, в том смысле, что никаких ухудшений в контексте выезда из Украины с 1 августа не предвидится. И вам не нужно будет там искать какие-то новые документы, что-то делать для того, чтобы их получить. И вы можете выехать по старым правилам. Понимаю прекрасно, что радость бы была в том, если бы вообще этот запрет сняли. Но, к сожалению, приходится довольствоваться нам малым. Не моя вина в этом, но как есть. Правда, вот она, к сожалению, такая не очень может и приятная. Но, с другой стороны, знаете как, отсутствие плохих новостей, это же, в принципе, уже в наше время очень хорошие новости. На этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.